В минувшие выходные медики всей страны отметили свой профессиональный праздник. На протяжении всей прошлой недели проходили торжественные мероприятия, на которых награждали лучших сотрудников. Тверская областная больница не исключение. На протяжении всей своей истории она является флагманской клиникой Верхневолжья. Более того, у нашей ОКБ есть достижения, которым позавидуют многие коллеги из других регионов и даже из Москвы. Областная клиническая больница появилась в Верхневолжье в 1937 году. Тогда это было всего 300 коек. Однако за эти 86 лет она превратилась в самый настоящий городок, насчитывающий 50 отделений. А коллектив тут составляет аж около 2000 человек. Понятное дело, что работа здесь не останавливается ни на минуту. Все отделения работают в круглосуточном режиме, без выходных. Практически во всех крупных отделениях есть дежурный врач. То есть у нас где-то около 50 врачей в постоянном режиме находятся в больнице. А пациенты сколько постоянно находят? У нас коек, почти тысяча коек. Поэтому в среднем всегда 800-900 больных остается и даже на выходные, и в праздники. То есть помощь оказываем круглосуточно в любое время. Персонал ОКБ это не только врачи, но и медсестры. Между собой они работают в тесной связке. А важнейшим залогом профессионализма является постоянное обучение. Приказы одни и те же по учебе, что у врачей, что у медицинских сестер. Каждые пять лет средний медперсонал подтверждает свои навыки, свою квалификацию. И также проходит аккредитацию, которые по приказу мы должны проходить. И этим занимается ассоциация средних медицинских работников Тверской области. Без постоянного обучения медикам никак. Ведь сюда регулярно заводится ультрасовременное оборудование, на котором надо уметь работать. В областной больнице оказывают высокотехнологичную помощь. И поэтому медицинские сестры у нас работают на этом оборудовании. Они знают, как обслуживать это оборудование. Они стоят на операциях сложных. Поэтому они должны, конечно, повышать свои навыки. Мы их посылаем учиться. У нас очень хорошие контакты. И с научными институтами Москвы, Петербурга наши медицинские сестры едут и учатся. Что интересно, но медсестра – это не обязательно женщина. Конечно, представительницы прекрасного пола превалируют. Но есть и приятные исключения. Я вчера была на экзаменах колледжа. Мы выпускали четвертый курс. Такие было очень приятно. Там находились молодые люди, которые очень прекрасно защищали свои дипломы. И мы их ждем в наше лечебное учреждение. Мы очень любим, когда к нам приходят медбратья. И в коллективе по-другому к ним относятся. И, конечно, они могут выполнять более сложную, более тяжелую работу. Потому что труд среднего медицинского работы медсестры очень тяжелый. Третий и не менее важный компонент медицинского персонала – санитары. Те люди, у которых в самом прямом смысле слова – тяжелая работа. Поэтому, кого попало, конечно же, не берут. Но, естественно, мужчинам отдается приоритет. Специально обученные люди. То есть мы принимаем на работу мужчин, которые более сильные физически, чем медсестра или санитарочка. Которые занимаются именно внутригоспитальной транспортировкой пациентов на каталку. Конечно, они проходят обучение, они обучаются. И именно они и после осуществляют внутригоспитальную транспортировку пациентов. Хотя больница и имеет статус областной. Однако значительную долю пациентов составляют тверичане. Что вполне понятно. В столице Верхней Волжи проживает треть жителей региона. Однако в последнее время поток больных из муниципалитетов стал расти. Чему есть ряд причин. В последнее время привозят много, как говорится, пациентов с различной патологией, которые раньше, в принципе, там помощь оказывали. Это, наверное, уже такая беда нашего времени. Ковид подрубил немножко кадровый состав здравоохранения. Особенно там, в районных больницах. Многие медики уже такие со стажем. Либо вышли из строя, либо просто не могут дальше работать. Но, конечно, многие пациенты из районов и сами хотят попасть именно в ОКБ. Потому что здесь высочайшие стандарты работы во всем. Чего стоит только хирургическая безопасность. Это комплекс мероприятий по хирургической безопасности. Это начиная даже с одежды хирурга, с обработки рук хирурга, дальше с идентификации пациента. Потому что интероперационно, во время операционной, может произойти любая ошибка. То есть для этого важно, когда вся бригада знает, что у них на операционном столе Иванов. Что ему будет сделана именно такая-то операция. Что у него есть такие-то проблемы, такая-то аллергия. И мы к этому готовы. И оборудование у нас исправно. Естественно, жители Верхневолжи ценят и то, что в ОКБ постоянно обновляется оборудование. А медперсонал систематично осваивает новые технологии. Начали новые операции и в кардиохирургии, и в нейрохирургии. И там достаточно много новых технологий, которые наши врачи уже освоили, внедрили. И помогают, естественно, и нацпроекты исполнения. Пришло оборудование, которое нам помогает это делать. И современный ангиограф, и магнитная резонансная томограф, микроскопы, навигационное оборудование. То есть то, что, в принципе, сейчас позволяет уже работать на уровне федеральной клиники. Про уровень федеральной клиники это не фигура речи. Тверская ОКБ имеет сертификат, какой есть далеко не у каждой областной больницы по всей стране. Мы единственная больница на сегодняшний день, которая имеет аккредитацию по международному сертификату ISO 9001. Это международный стандарт по организации менеджмента качества. И это заслуга, в общем-то, всего коллектива. Потому что это системный подход именно к качеству оказания медицинской помощи, выполнению порядков, стандартов, внедрению новых технологий. А в этом году ОКБ планирует сделать следующий шаг вперед. Пройти предварительную сертификацию по стандартам Росздравнадзора, что означает внедрение еще более жестких требований. Также в планах расширение вертолётной площадки, ну и, конечно, закупка нового оборудования. А кроме того, продолжение ремонта помещений. Сейчас собираемся сдавать уже серьезный такой операционный блок. Сделали современный ремонт, закупаем оборудование. То есть это нам немножко поможет сделать более комфортные условия для хирургов любых профилей. Ну и благоустройством территории тоже занимаемся активно, чтобы людям чувствовали здесь комфортно. Ну и, конечно, руководство больницы не забывает отмечать медперсонал. Как-то было на недавнем торжественном собрании, посвященном Дню медика. Сергей Козлов при этом искренне поздравляет всех своих коллег. Хочется поздравить наше медицинское сообщество и врачей, и сестер, санитарок с этим днем. Пожелать им счастья в их трудовой деятельности, удачи. Что так оно и будет, сомневаться не приходится. Ведь, как говорится на знакомом всем медикам латинском языке, фортис фортуна адьеват. Фортуна, она же удача, помогает смелым. А человек, который спасает жизни других людей, борется за их здоровье, другим быть и не может.